Всем привет, мои хорошенькие, с вами снова и как всегда, миссис она Чарли, и я вас рада приветствовать в новых переодевашках. На этот раз мы будем с вами переодевать Уливера Мороа из моего летсплея Черная Вдова. Между прочим, это был один из тех персонажей, которого я думала мне переодевать его все-таки или нет, или может быть как-то за кадром, знаете, как-то простенько одеть его так, как я одеваю, например, детей из 100, из челленджа 100 детей. Поэтому изначально не думала делать на нем акцент, но когда начала его переодевать, я думаю, ай, да, запишу и посмотрим, в общем, что из этого получится. И вот как раз именно в этот момент, именно в момент записи, в момент его переодевашек у меня родилась еще одна небольшая история, такая же, как у Близнецов Себастьяна и Офелии. Начнем с того, что он явно не помнил своего отца, да, то есть он не знает, кто он вообще, что с ним произошло и бла-бла-бла. Но мама, конечно, могла ему там наплести, что, возможно, он был там кем-то таким, да. Может быть, случайно, в общем, от старости, да, и он и скончался. Вот, потому что все-таки наш Жак был реально в преклонном возрасте. Ну, возможно, для мамы это могло сойти с рук, но мальчик и вырос. И даже если бы он и принял эту историю, которая тогда была еще рассказана еще в детстве, то сейчас он видит и испытывает все это на себе. Начну с того, что, когда он был маленьким, он родился, конечно же, детской беззаботной жизнью, веселой. Но в детстве мы уже могли заметить какие-то явные признаки сходства его с отцом. Да, дело заключается в том, что у его отца мало то, что характерная фигура, так еще и внешность очень характерная. И это действительно было не то, что даже особенностью его, это было даже неким изъяном. Потому что мальчик вырос, и, скорее всего, учитывая, что он, в конце концов, тинейджер, мальчик понял, что мало того, что у него не задалась внешность, так у него, как у мужчины, странная фигура. Маленькие такие худенькие щупленькие ручки, маленькая грудная клетка, что вообще не свойственно. А если ручки-то можно, допустим, накачать или еще что-либо, да, там, заняться спортом или, по принципу, просто растолстеть, то, что касается с грудной клеткой, даже растолстев, он не станет лучше, то есть он не станет более мужественнее. Видимо, из-за этого рождался, мне кажется, все больше и больше комплекс, будем так говорить, неполноценностей, и он забился явно себе, мальчик. Да, в предыдущей серии я уточнила тот момент, что, типа, можно было его сделать одиночкой, но я не стала этого делать, потому что для меня он главарь стаи. Его мечта всегда была и остается быть главарем банды. Как это был батя, я напоминаю, хотя он и не знает этого. Батя был... у него, по-моему, был девятый уровень карьеры преступности, а это почти что шишка, ребят, как Дон Корлеоне, как я говорила. Поэтому на каком-то подсознательном уровне его прям вот тянуло всякие типы банды и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, да, не просто в банда, а именно быть главарем, что, собственно, я и сделала. За кадром создала группу, банду из персонажей, которые соответствуют определенной черте характера. Там холерики, злые, еще неряхи и так далее, так далее, так далее. Ну, в общем, всякую вот эту... весь этот винегрет я собрала, и у нас получилось 5 человек, насколько я помню. Да, банда из 5 человек у нас все-таки набралась, и я, к тому же, подобрала очень хороший подстать его образу, гардероб, все остальные банды, чтобы они так... где бы они ни собирались, да, они начинали тырить. Ну, почему бы и нет, это им соответствует очень. Да, у них банда очень разгульная получилась, и опять-таки, тут встает фактор такой, что почему у него маска, да, на лице. Вот это, честно сказать, грим. Но у Джокера, между прочим, тоже грим, мы же не знаем, кто там скрывается под его маской. Хотя, может быть, кто считал, кто разбирается, может быть, и знает. Тут мы видим, по принципу, то, что видим сейчас. У человека на лице маска, под ней он скрывает не только свою внешность, но и свой внутренний мир. Он не хочет рассказывать людям о том, какой он внутри. Он человек начитанный, это мы прекрасно с вами знаем, потому что мама хотела, чтобы он был вундеркиндом, и он, в принципе, мог быть вундеркиндом, просто он не захотел им быть. Хотя, напоминаю, что логика, точнее сказать, интеллект у него был в детстве прокачан до максимума. И, получается, мы еще прокачали логику еще в детстве очень даже хорошо, там, третий или четвертый уровень. То есть, это говорит о том, что мальчик был очень хорошо, между прочим, воспитан. Потом чувствовалась его отрешенность от всех остальных детей. Хотя, в принципе, наверное, у них с сестрой как некая такая коалиция была. Вот, потому что явно сестра говорила о том, что у нее есть какое-то вот подсознательное чутье о том, что мама, короче, им что-то там про отцов не договаривает. Потому что это как-то странно уже, столько лет от детей, и вообще от разных отцов. Правда, еще двое дома, непонятно, что там делают. Это очень странно. И, думаю, тут еще сыграло ту роль, что мальчик тоже начал понимать, что он в этой семье тоже как-то, по принципу, никому не нужен. И видно, что как дети, они начинают сплачиваться друг с другом. Вот, потому что как будто такое ощущение, что они создают свою коалицию против мамы. Но, отмечу, кстати говоря, что Оливер еще не был знаком с Себастьяном. Да, вообще, в принципе, никто из детей не был еще знаком с Себастьяном, как ни странно. Себастьян до сих пор сидит в своей черной-черной комнатке и вообще не видит цвета. Я не знаю, как долго он там будет сидеть. Посмотрим, в какой момент кто его выпустит случайным образом, или что случится в тот момент, когда он выйдет на свободу. Что же он, как он начнет себя проявлять. Вот что тоже интересно. Ну и напоследок хочется сказать, что весь его гардероб, он выполнен, конечно же, в черной гамме. Я думаю, тут сыграло роль именно то, что я в этот момент слушала. Потому что в этот момент я слушала прямо такой тяжелый метал. Даже нет, Industrial Rock. Не все, конечно, костюмы выполнены с его маской. То есть он не везде, получается, носит маску. В принципе, это логично. Не будет же человек заниматься спортом вместе с этой маской. Вот, то есть получается... Но скинтон я все равно добавила. То есть даже не скинтон, а оверлей на лицо. Ну, будем говорить еще, как, грубо говоря, маска. Только в кавычках будем ее называть. Также, получается, я заменила ему линзы на желтый цвет. То есть, по принципу, если ты такой брутальный, то, по принципу, менять тебе все полностью. Долго думала, добавлять ему татуировки или нет. Но все-таки решила, что, а, небольшие как элементы. Почему бы и нет? Честно, знаете, такие символические татуировки. Тем более, опять-таки, мы же не знаем, на самом деле, это татуировка или нет. Может быть, он так себе маркером нарисовал. И там каждый день подрисовывали. Черт его знает. Ну, я точно знаю, что когда он вырастет, конечно же, он станет конкретным главарем. То есть он конкретно будет уголовником каким-то. Хотя, опять-таки, да, уголовник уголовник ему в душе очень даже милый, добрый мишка, милый, добрый человек. У него это чувствуется. Вот прям у него, как никого другого, это именно чувствуется. Потому что Сириус абсолютно его противоположный. С виду ангелочек, а внутри демон. Видно, как он хитрый. У него постоянно такой взгляд, как будто вот он что-то сейчас сделает. И как будто, вы знаете, он что-то думает. И видно, он высокомерный сам по себе. Вот, ну, ждем, как говорится, день рождения Сириуса. Ну, а на этом, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Ставьте пальчики вверх. Встретимся в новой серии. Черные вдовы. С наступающим. Пока-пока.